В понедельник на нашем стадионе прошел предпоследний матч сезона. Результат его уже ничего не решает. Текстильщик – серебряный призер первенства. Но это не значит, что нужно просто так отдать победу. Дома, на глазах у болельщиков. В составе текстильщика на этот раз произошли некоторые изменения. После недавних выездных битв, а по-другому это нельзя назвать, Анзор Санай и Алексей Тюргашкин не смогли выйти на поле. И у того, и у того травма. Действительно у нас матч жизни и смерти был там в Пскове и в Тосно. Поэтому как раз ребята там и получили травмы. Сашка недогон с поломанным носом играет. Начало встречи с Долгопрудным у текстильщика тоже не заладилось. Гости открыли счет уже на четвертой минуте. Возможно, именно это придало ускорение ивановцам. Красно-черные перехватили инициативу. Но реализовать многочисленные голевые моменты у гостевых ворот так и не смогли. Во втором тайме градус борьбы зашкаливал. Но повезло снова сопернику. На 74-й минуте матча, проигрывая со счетом 0-2, казалось бы, бороться уже ни к чему. Но это не претекстильщик. Буквально через несколько минут ивановцы ответили точным попаданием. А за считанные секунды до финального свистка текстильщик сравнял счет. Итог встречи 2-2. Ивановцам удалось продлить беспроигрышную домашнюю серию. Уже больше года текстильщик не проигрывал на своем поле. Несмотря на напряженную игру, все разговоры на послематчевой конференции сошлись к поражению в Тосно. Я вообще считаю текстильщик в этом году самой сильной командой нашей зоны. В принципе, я остаюсь при своем мнении сейчас. Вот, поэтому то, что команда заняла второе место, а не первое, ну, это, в принципе, небольшие нюансы, которые есть. Чемпионат длинный, наверное, где-то нужно было не терять очки более со слабыми соперниками. И подойти к игре в Тосно уже именно в тот момент, когда задел очков, был бы больше, чем он был перед игрой с Тосно. Конечно, психологические удары для команды, потому что, ну, мы весь сезон шли, боролись за первое место. И по каким-то причинам это не удалось делать. И сегодня пришлось как раз реанимировать в перерыве, о чем я и говорю, что переживали ребята, нету эмоций, все другое, как бы борьба вроде и закончилась. Мы доносим всегда, что мы играем для болельщиков, люди приходят, надо играть, надо отдаваться. Последний матч сезона красно-черные проведут тоже дома. 5 июня соперником текстильщика станет футбольный клуб «Строгино». Начало матча в 18 часов 30 минут. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.